Довольно любопытная трасса Бизона называется То есть, короче говоря, тут они любят это делать Макет пустыни Бизона Знаменитый, где разрушенные горы находятся Вот, разрушенные горы Как будто древние небоскребы Какие-то речки есть Трасса Трассы разные Ну, что самое интересное, есть соляное озеро Вот, где проводятся заезды на огромную скорость Мировые рекорды скорости где ставятся Соляное озеро Ну, короче говоря, трасса интересная Ну, хочется испытать машины регран Они, как бы, как это сказать Стоковые, вставленные изначально Вот такой какой-то люксовый лимузин Со срезанным концом Очень красиво сделанный Ну, наподобие каких-нибудь линкольнов Там, допустим, каких-то американских, короче, машин Конца 70-х, начало 80-х годов, когда еще машины были хорошие Ну, помимо этого, тут есть еще интересный вот такой вот автомобиль На их базе сделан Бегемот называется То есть, какой-то 8-осный автомобиль Причем сзади двойная ожиреновка То есть, получается Сзади На каждой оси по 4 колеса сидит Это очень нехилая вещь А всего 3 оси 12 колес Плюс еще спереди 2-4 колес Довольно смешная машина Кто-то какую-то самопалку сделал Длиной стекач Ну, кенгурятник, рога Флаг вон, развивающийся Там эти шарики какие-то качаются Рядом стоит унитаз Наверху тент Сзади гамак Ну, это какой-то прикол Баки там То есть, не баки, а вот эти Огнетушители разные Из гамак он крутится И самое интересное Сзади еще Под спойлером Абсолютно ему не нужным Деревянная лавка Называется все это Чудо-пекимор Есть варианты Что нет вот этих колес А есть как обычного Приделано И еще Шнорхели для выхлопа сделаны Это обычный легран Обычный лимузин Вообще прикольно сделано Красивая машина Можно немножко покатиться Посмотрите Потом на бегемоте Попробовать Поездить на этом Как дерьмо, не дерьмо Сейчас увидим Кое-где я смотрю Все-таки нет текстур Ну так Несущественно Ни на деревьях Сложно найти Еще такие вещи Где все нормально работало Обилие всяких Вот я смотрю Граница-то карты В принципе Тут не особо большие Какой-то поселок Из коттеджей Вот там уже все Конец карты КОНЕЦ Ну дорога-то каменная Если так вот Долбануться Смотри, от него Ничего вообще не остается Ну все, капец ему Стоит только его Загнать на камни Тут лишь камни Да все, капец вообще ему Так что тут только Для хороших дорог А куда эти дороги ведут В поселку К ручью Какой-то еще Небольшой Аэродром очевидно Плохо, что Нет кое-где текстур Хорошо хоть на деревьях Если как бы Нету на каких-нибудь Объектах Еще это ладно Как быстро Этот бегемот Вот там горы Перепады Достаточно большие В высот Разумеется Никаких там нету Это конечно Они идиоты Как сказать Сделали Зачем-то Надо все время Сидеть И тестить Зачем так было Делать В общем Это универсал Тоже на базе Этого Эграна Какое-то место Не знаю Что это такое Какая-то котловина Как вроде Просто песок Что-ли Не особо Интересно Вот вышка Какая-то Это вот Этот аэродром Такой Витокинутого Чего там Вон там Забор По краю Карта идет Просто так Гонять Тонора Фиг Погоняешь Потому что Довольно Крутые Холмы Все Вещь летит Фигам Короче Явно Это Дороги Не для Лимузинов Короче Тем более Где-то Сфига Волунов Валяется Волун Это все Сразу Наехал Вот Че С ним Поделаешь Несмотря На всю Красоту Конечно Это только Для Очень И очень Хороших Дорог Он Уже Вид Сразу Не товарный Вон Кстати Бегемот Сейчас Будем Наверное Лучше На Ну А сама Легран Конечно Красивая Машина Это как Сзади Какая-то Виниловая Вставка Но Только Для Очень Хороших Дорог А Где Это Соляное Озеро Пока Не вижу Вот Куда-то В Его Сторон Уедешь Тут Как Че Такой Вид Какого-то Трека Что Или Небольшого Еще Там И Вода Кое-год Есть Вот Там Что Это Соляное Озеро Сейчас Малейший О Все Он Уже Диски Теряет Ну Вот Это Да Вот Это Оно Есть Вот Типа Соляное Озеро Где На Огромную Скорость Проводится Заезды Оно Оно Особо Большое Ну Давай Разгонимся Че Тут Оно Взял Не Особо Большой Куда Кнать Вот Все Конец Цвет Красивый Такой Вишневый Темно Вишневый Бокусы Какие-то Ну Внутри Вполне Все Красиво Сделал Здесь Он хоть Чернить Не стал Внутри Нинец Машину Что-то Моза Пошла Все Черным Делать Так Что Вот Такие Пирожочки Так А теперь Бегемот Посмотрим Че он Вообще На че Он Вообще Способен Этот Спойлер Правда Мешает Наблюдению Вести Но Его Можно Убрать Через Конфигурацию Огромная Машина Флаг Развивается Сзади Еще Прицеп У него То есть Он может Бочку Например С квасом Точить Видно Как Гамак Развивается Мотор Конечно Тяжеловато Скоро В принципе Нормально Въезжает Так Давай Посмотрим Че Он Покажется Как Въезжает Нормально Ну да Это Самодельная Может Вот Тут Какой-то Искепар Какой-то Поселок Там Вот Эти Разрушенные Горы Заехать Посмотреть В эти Горы Как В новой Лоджике Напоминает Во Кто Что-то Мелит Как будто Кто-то Ругается Болтает Или ругается Вон Там Эти Горы Разрушенные Будет Туда Сейчас Прокатиться Посмотреть Вот Такой Барьер Нарагусеница Смогла Взять Этих Конечно Очень Мало Кто Из Колесных Может Даже С Большим Трудом Как-то Перевалиться В основном Нифига Получается Вон Унитаз Можно Срать Сидеть Автоматическая Коробка Шарики Какие-то Колобки А некоторые Дебилы Что-то Любят Эти Рога Почему-то Какие-то Рога Прикрепят Сейчас Давай Направо Смотаемся Что-то Интересное Давай Посмотрим Эти Так Въезд Как бы На скоростной Шоссе Вон там Ковш Работает Правда Нифига У него Нет Короче Там Дороги Завернуть На такой Фигне Вложно Наверное В три раза Больше Сейчас Давай Направо Уместность Так Заборчиком Еще Обнесена Тут Дорога Без Разметок Ну Сейчас Вот Переедем К этим Горам Тут Любят Все время Фильмы Снимать Около Этих Гор Какие-то Очень Странного Происхождения Горы Которые Почему-то Разрушены Непонятно Спорят До сих пор Чоп Какая Причина Что Разрушила Вон Бегемот Выехал Сейчас Поедем Посмотрим Пустыня Бизона Называется Очень Прикольные Горы Вот Потом Надо Будет Полетать Конечно В этом Месте Получше Изучить Часто Пока Сам Бегемот Просто Присмотрим Очень Очень Интересные очень интересный поближе можно покататься разрушенных структур как гигантские разрушенные структуры да какая бы машина въехать бы туда наверх смогла бы что-то сомневаюсь на вертолете можно наверно сесть довольно интересно что послужило причиной их образования непонятно больше на земле таких нигде нет они все тут около этих структур тут и катаются там вон речка есть а я ее видел наверно да такое русло не очень глубокое правда а вон оно а ну нет уже глубина она кстати прозрачная так что отнюдь не безводно тут там такая короткая можно сейчас попробовать вокруг может прокатиться посмотрим а не знаю в брод оно сможет проехать на такой не факт там оно впирается в городе но довольно и ну вода прозрача тут брода нигде нет вот если рискнуть сюда давай на пролом вот слушай вытянул круто сейчас он дано довольно крутой крутой склон кстати забрался молодец надо сейчас объехать вокруг этой речушки просто интересно посмотреть вот как больше как на ручей похоже вон там бродов полно вот брод вот как дамба такая тоже хорошая дамба вот довольно слушай забирается на крутой ее еще полный премнор тут еще дамба более такая призотопленная хотя нет вообще хорошие такие дамбы нет дамбы нормальные так и тут озерцо такое еще больше какие-то каменные остатки вот кончается речка в таком озерце на м на 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 Я вышка, интересно. Ну-ка, ну-ка, куда? Эээ, что от него осталось? Ну, так-то срезает, потому что много осей его вытягивать. Ну, конечно, он небольшой имеет там клиренс. Ему все равно нифига не сделает. Садится сразу на то. Ну, давай сейчас рискнем, посмотрим. А сидит он, по-моему, как в гору. Мне вот бак стоит, да, на плотной. Давай. Просто ради интереса. Такие баки-то вот на Володшике все время встречаются. Ну, там-то можно легко забраться, зарубить. Тут-то шиш. Ползет как-то. Вот вид на эту долину. Ну, в принципе, все, заехал. Так что может, могет. Несмотря на то, что дофига осей, но могет. Так, вот тут какие-то объекты. Там как ферма, что ли, какая-то идет. Какие-то что-то стоит. Ну, давай посмотрим, как в Латву еще, что ли. Какой-то брошенный поселок, короче. Какие-то старатели, что ли. Явно это на могилы похоже. Не угли же это. Что-то кинутое. Или угли. Да. Может, угли. Более, более хороший вид. Ну, хотя тут все кинутое. Какие-то черные. Каких-то старателей. Небольшое деревцо. И с прекратой непреодолимой. Удобно, если захотелось срать. Можно тут же и высраться. Я не знаю. Ну, давай рискнем. Ящики какие-то. Что они там делали? Как камень, что ли, вырубали? Не понятно. Что это такое? Или это деревянное еще? Может, деревянное. Каких-то ящиков. Разрушенные тут везде постройки. А дальше, смотри, тупик. Некуда ехать. Так что, надо задним углом. Гамблер 500. Да блин, сейчас смотри, что делать. Все-таки повернул. О, разбитая машина старая стоит. Так что, это Chevrolet Belier уже после модернизации. Мне это нравится в 50-х годах, когда у него крылья огромные. В начале 60-х годах они его как-то все весь обкромсали. Уже он не такой красивый. Бавляй на эту всю горку. В принципе, тяги вполне хватает, чтобы закатываться в реальность. Это понятно, что такая фигня. Конечно, не нужна никому 8 осенние. То есть, не 8, а 4 осенние. Да, вот тут какое-то снова озеро. Вот, можно по воде пытаться проехать. Ну-ка, давай-ка. У него шнорки или так вот тоже, в принципе. Ну, тут сейчас можно испытать. Но особо-то глубоко не снесусь, потому что у тебя толпанет мотор. Сейчас посмотрим. Слушай, ты, а, все, капец тебе. Да. Сейчас, подчиняясь, вылезай. Нет, вылезай. То есть, глубина такая, конечно, не больше метра. Держи. Ну да, смешная, конечно, машина. Интересно. Особенно флаг, называющийся забавно. Забавно смотрится. Ну, там уже, наверное, нифига нету конец карты. Карта-то небольшая, что ли? Давай в той ферме смотаемся. Котеджики какие-то стоят. Тут кто-то построил коттедж. Оп. Таара, местный чувак приехал. Кто-то коттедж построил. Тут вот мост есть. Ну да, спойлер явно по приколу сделал. Чисто по понтам. Только ему мешает. О, какая горка. Так. Ну, это уже все коттеджи эти. Куда я на Легране-то? Муап. Куда я уже заезжал. Так что, в принципе, карта небольшая. Так, там старатели находятся. Там вот плохо, что текстуры не прогрузились в этом месте. Не знаю, что такое. Ну, какая-то площадка строительная. Муап. И на обратных сторонах указателей что-то нет. Тут без проблем так-то едет по горам, по долам, как говорится. Какая-то площадка непонятная. Долгий подъем. Так, вон там этот соленое озеро. Ну, давай туда сейчас на Яре. Ну, вазаевец оставит. А это что такое? Ну-ка, ну-ка, давай-ка сюда. Для чего съезжать? Давай посмотрим. Ну, так. Тут, в принципе, особо нечего делать. Как я уже все практически проеду. Что это такое? Какая-то странная грязь. Что это такое? Что это такое? Вот жижа, жижа, жижа. Интересно. Места какой-то жижи, слушай. Ну, ну, так вроде едет. Сюда-то, наверное, пипец. Неужели вон там выйдет? Ну, можно испытать, не знаю. Так, ну-ка, ну-ка. Все, конечно, сел. Конечно, сел. Не, вылез, вылез, слушай. Вон-то утонувшая машина даже вниз. Да жижа, в которой кое-кто бы может. Кстати, что это за место? Какие-то, вот, пятна. Пятна. Да, там может в пустыне все что угодно быть. Короче говоря, вот эти разрушенные горы, речка с озером, с зерцом. Вот это поселок Искебар. Тут вот какой-то, вот эти коттеджи. Тут где-то вот, да, кто-то построил среди руина. Так, какой-то заброшенный поселок. Тут еще какой-то поселок. Вот здесь, здесь текстур нет, площадка. И вот еще интересное, что это такое, какие-то дороги вот можно туда смотаться. А так, в принципе, что, все, я смотрел. Ну, это еще такая есть площадочка. В принципе, что тут еще смотреть. Ну, сейчас давай по грязи немножечко покатаемся. Вроде как он ее неплохо берет. Вообще, вообще, ни капли не застревает. Ну, масочки, ничего, надо испытывать. Проедет, нет. Надо смотреть. Как видим, все виды грязи он не будет. Проедет. Ну, он длинный, поэтому он может переваливаться таким макаром. Но камни уж, конечно, и... Ну, хорошая вещь. О, какой ров. О, слушай, вырез. Офигеть. Так что я-то думал, что он... Фиговая совсем машина. Он сел на брюхо теперь. Слушай, сел на брюхо, надо будет вытягивать его. Он как вывешивает, кажется. Ну, все, вылез. Он тут, кстати, даже вода есть. Можно попробовать. Обычный Телеграм сразу в таких местах. Все капец. А раньше тоже думали, так, многовозность его повысить приходилось. Мол, чем больше осеять, он якобы круче будет. Ну, конечно, камни-то, конечно, в любом случае ему смертельную грузу заставляет. Ну, все равно, если повезет, вот, может, небольшие-то камни проезжает. Ну, это самое опасное место. Ой, а где цветочки растут. Ну, такой поселок небольшой, огорожный. Надо вот туда съездить. Посмотреть, что там за дорожки. В принципе, здесь он в любые горы втягивается. В леднику, конечно, вряд ли поедет. А что за дорожки-то? Или это книга тот же? Слушай, это, наверное, я там был. Это вот, наверное, коттеджи. Так что, вам ничего интересного нет? Думал, там трек ничего подобного. Просто вокруг коттеджей. Так что, сейчас съездим на соляной трек. Да и, наверное, и хватит. В принципе, нормально все тут посмотрел. Так что, тут ничего интересного нет. Просто вокруг коттеджа. Такого монстра машина старается вжаться в опучину. О-о-о-о-о-о! Продолжение следует... Еще кто-то в гамаке катается. Ну тут еще поселок из коттеджей, короче. Чем быстрее гонишь, тем быстрее флаг развивается. Так, вот уже пустыня. Карта небольшая, пустыня, прыгает. По большей части вроде тут все произвело. Ну где камни-то это все, капец. Если бы на камни направиться, так чушь. Так, где солянуха? Сейчас вот надо как-то объехать камни туда. Да, я не поехал, что много кому. Рост сапи-то лучше объехать. В принципе, он гоняет без проблем. Да, на удивление, я думал, он намного хуже будет. Вообще ничего не сможет показать. Так, в принципе, неплохо. Даже в грязи вот он полизал за счет длины. Вот только камни, конечно, ему очень опасны. Он сразу ему разбивает. Так, ну и на соляное озеро давай покатаемся. Ну так-то дрифт тоже сильный. Вот сейчас он на ручник, на жалстке вот. Дрифт тонуло здорово. Ну, такая карта особо тут ничего интересного, как говорится, нет. Что есть, то есть, как говорится. Особо-то не называешь, что это суперская карта с красотами природы, как говорится. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Тент, вон как развивается. Ну, в принципе, он и пахнут неплохо, в принципе, поворачивает. Хотя у него же, я смотрю, задние-то очень неповоротные. То есть, у него круг поворота охрененный должен быть с его четырьмя осями. С тремя-то охрененные повороты. Сами валы-то нифига не увидишь, конечно же. Как там у него валы идут. Вот вообще видно. В целом, он круче себя базового седана показал. Он как тента развивается. То есть, над головой водителя только тент сделан. Ну, в принципе, рама жесткости, чтобы не купила его. Делаю. Гамак здорово крутит. Сюда-сюда. Такая самопалка, в короче. Так что вот, самодельная машина Пикимот. На базе также вымышленного автомобиля Легран. Лимузина. Карта Бизона. У нас не нужно. Такую самопалку. Подключить машина. Продолжение следует...